Сильными духом можно перешагнуть сложности и идти дальше. К этому призывают наши долгожители. В их жизни было немало переворотов судьбы, поводов для грусти и не меньше поводов для радости. Они свидетели динамичной эпохи. Да они и сама эпоха. Обладатели уникальной памяти, участники истории беспрекрас. На этой неделе в Коме стартовал проект Министерства по национальной политике «Ровесники республики». Речь идет о серии интервью жителями Коми, которые перешагнули 95-летний рубеж и сегодня готовы продолжать делиться опытом. Александр Головина о волнах их памяти. Он медленно сдует пыль с очков, вставит кассету в магнитофон и долго будет вслушиваться в эту запись. На аудионосителе личные воспоминания о Великой Отечественной. Иван Петрович Конюхов, один из немногих фронтовиков, продолжающих жить и работать на благо Родины. Он родился в 21-м, тогда село Иб еще именовали Ибским уездом. С детства много учился и много работал, помогал родителям. Привычка трудиться вообще была в почете. Начало войны он встретил с 20-летним пареньком, а вернулся уже раненым бывалым бойцом. Показывал кино для всего Сысельского района. Кино точно очень хорошо смотрели. Очень хорошо смотрели, особенно цветные. Богатая невеста, Сапаев, Богдан Хмельницкий, два бойца. Иван Конюхов, ровесник республики. В этом году ему исполнится 95. Всю жизнь, за исключением военного времени, он жил здесь, рядом с вами. Единственного дожившего до сегодняшнего времени воина 28-й Неверской краснознаменной дивизии называют «бессменным летописцем». С любовью и заботой о поколении нынешнем он написал с десяток книг о войне. Молодое поколение сегодня беззаботные юные сорванцы, говорит Конюхов. Успеть передать им свои воспоминания – вот о чем сегодня болит душа. Еще один ровесник Коми – Иван Кондратьевич Иванов. Он вырос в крестьянской семье, когда родителей раскулачили, всем пришлось худо. С юных лет ходил на охоту, тогда по-другому было не выжить. Полученные навыки помогали и на войне. Сегодня 95-летнему Иванову сложно воспроизводить события полувековой давности. Но потери практически всех боевых товарищей ветеран не забудет никогда. Несколько человек, послышав, живыми, все погибли с голоду. Такое значимое, что… Пихтовые коры, вот вы знаете, на пихтовых корах долго не живешь. Молодой солдат долго не мог смириться с тем, что его признали непригодным для службы. Вино – серьезное ранение. С тяжелым сердцем он вернулся на родину. В Нивширу долго работал бригадиром в колхозе. Вместе с другими поднимал республику буквально с колен. Ухаживая хлебом после войны была кольцовская система. Я как инвалид, они давали на 900 грамм. Остальные под 200. Много погибло голоду. Сегодня Иван Кондратьевич живет в доме-интернате для престарелых. Он плохо слышит и зрение уже не то. Дают знать военные ранения. Хотя, по словам работников интерната, Иванов на недомогание сам никогда не жалуется. Добрый и удивительно скромный. В поздравлениях своей ровесницы республики Коми с грядущим праздником немногословен. Необыкновенно работоспособные и преданные люди с открытой душой и большим сердцем. Ровесники республики. Кому нужны сухие исторические факты, когда есть реальные человеческие судьбы, которые расскажут об истории куда больше, чем нам известно. Идея создания проекта «Ко дню рождения республики» родилась в бурных обсуждениях. Через призму судьбы людей, конкретного совершенно человека, показать судьбу республики, как она развивалась, как она росла, как она становилась вот такой, какой она стала сейчас. И как эти люди, которые вот вместе с республикой росли, мужали, да, чего-то добивались в этой жизни, строили свои семьи и свою жизнь, что происходило с этими людьми. Серию портретов ровесников выпустят не только наш телеканал, но и различные издания региона. Например, в газете «Республика» сейчас прорабатывают будущие проекты. Правда, какими они будут на выходе, пока неизвестно. Ясно одно, такую республику Коми мало кто знает.